СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ Нынче была очень снежная зима, поэтому в лесах уровень вот этого слой снега до сих пор местами до 70 сантиметров. Клещи сейчас единично появились только на открытых местах. Это, например, южные опушки, которые хорошо прогреваются, там быстро тает снег. И вот там действительно уже клещей стали наблюдать на домашних животных, например, на собаках, на человеке. Но говорить, например, о том, что сейчас уже пошло массовое появление клещей, пока все-таки рано. Существует мнение, что клещи прыгают с деревьев, но на самом деле они обитают в почве. Поэтому на людей они залезают с земли и травы. Сначала они забираются на одежду и на теле ищут место с наиболее тонкой кожей. Поэтому чаще всего их обнаруживают в подмышках, пахо, на спине, шее и голове. Этим местам следует уделить повышенное внимание по прибытии домой. Лучшим решением будет осмотреть все тело, в том числе одежду и волосы. Вот вы вернулись домой, сразу личный осмотр. Посмотреть свое тело, одежду, волосы. Очень часто бывают, они заползают под штанину, поэтому их можно найти в паху, просто одежду посмотреть. И, соответственно, от них избавиться, найти. Если же клещ все-таки присосался, тогда он вообще аккуратненько пицетом выкручивается против часовой стрелки. Но если сам не обладаешь такими навыками, лучше обратиться к врачу, где они профессионально все это удалят. Сам по себе укус клещей не несет угрозы, но они могут стать переносчиками инфекционных заболеваний, самый опасный из которых – клещевой энцефалит. Он действует на нервную систему и может привести к менингиту или даже летальному исходу. От заболевания может спасти вакцинация, которая проходит в два этапа. Чаще всего прививку делают осенью, чтобы подготовиться к весенней эпидемии. А вторую – в зимнее время, либо в начале весны. Во-первых, самое опасное вирусное заболевание – это клещевой энцефалит, который действует на нервную систему, может привести и к менингитам, и даже к смертельным исходам. Ну и, в общем-то, люди, если они действительно серьезно болеют, они уже становятся не совсем нормальными. Также паразиты могут переносить и клещевой боррелиоз. Бактериальное заболевание – характерный симптом, который сыпь в форме кольца с ярким центром, которое в начальном периоде заболевания разрастается, а затем постепенно угасает. Он не так опасен, как энцефалит, но если не начать своевременное лечение, есть риск осложнений и проявления его в хронической форме. Оно лечится гораздо проще, то есть там, если оно фиксируется, то прописываются антибиотики. Но если человек, так скажем, запускает эту болезнь, то могут быть достаточно неприятные осложнения. Защититься от клещей достаточно просто. Клещ – это не комар. Он не садится и сразу кусает, а ему нужно какое-то время, чтобы он нашел место с более тонкой кожей. Чтобы предостеречь себя от укуса клеща на прогулке, нужно помнить о следующих правилах. Голову лучше закрыть головным убором или капюшоном. Одежду выбирать из светлой и однотонной ткани. Так будет легче замесить вредителя. Наверх предпочтительно надеть что-то облегающее. С длинными рукавами и воротником. Брюки или штаны лучше заправить в сапоги или другую обувь. Она должна закрывать стопы и лодыжки. Вообще, насколько я знаю, сейчас вот этого клеща можно отдать в специальные службы на анализ. У нас есть, например, Центр гигиены и эпидемиологии. И они скажут, что этот клещ что в себе нес? Боролиоз или он вообще стерильный был? И, соответственно, если боролиоз был, тогда можно обратиться к врачу. Он пропишет специальные препараты. И когда снег сойдет, это, скорее всего, будет к концу апреля. Потому что снега много. Да и весна не сказать, что сейчас очень пошла теплая. Сейчас небольшое похолодание. Поэтому, скорее всего, в конце апреля, когда снег в лесу полностью стает, то мы уже столкнемся с клещами более, так скажем, тесно. На сегодняшний день в Казани еще не были зарегистрированы укусы человека клещами. Однако паразитов уже находили на домашних питомцах. Поэтому стоит учитывать меры предосторожности и позаботиться не только о себе, но и братьях наших меньших. Кристина Отекина, Николай Суховский. Универновости. Продолжение следует...